всем привет друзья сегодня я хочу предоставить вашему вниманию второй мясной рецепт из одного ингредиента а именно но был приобретен такой вот и мясной фартук такая вот свиная грудинка абсолютно без сала то есть и кожа и сразу идет мясная часть первым блюдом я приготовил замечательный мясной деликатес из кожи свиной кому интересно под этим роликом будет ссылка на тот рецепт а сегодня я буду готовить именно блюдо из мясной части предварительно я отделил кожу от мясной части кожа и мясо мной было хорошенько промыто свою очередь кожу я еще дополнительно еще немного поскобил ножиком а в сегодняшнем ролике у нас будет приготовление блюдо именно из отделенной мясной части сегодня мы приготовим замечательный мясной рулет с черносливом и курагой начинку можно менять по своему усмотрению здесь только зависит все от полета вашей фантазии в приготовлении мне будет помогать моя супруга наталья также перед началом приготовления мясо было еще раз хорошенько промыто обсушено бумажным полотенцем и как видите жена его аккуратненько срезая пленочки и различные прожилки раскрываем его как бы как книгу в итоге у нас должно получиться два таких вот и тоненьких мясных полотна и и итак вот мясная часть разделана каждая так сказать мясное полотно мы слегка отбиваем кухонным молоточком с обоих сторон затем мы мясо насыщаем специями немного присолим тут уже смотрите по своему вкусу что вы любите можете добавить каких-нибудь пряных травок все это хорошенько нужно втереть мясо с обеих сторон также нам необходимо сформировать пласты чтобы они были похожи более-менее на прямоугольник то есть там смотрите где излишне выступает можно отрезать наложить с какой-нибудь и другой стороны в общем нам необходимо будет красивая прямоугольная форма мясом мы даем отлежаться где-то минут 30-40 насытиться специями и выкладываем в нашем случае в три ряда курагу и сворачиваем мясо в рулет затем рулет хорошенько мы связываем бечевкой второй пласт мы точно так насытили специями и присолили но уже на него разместили замоченный заранее чернослив без косточки также свернули в рулет хорошенько стянули бечевкой и затем я эти рулеты обжарил на сухой сковороде с обоих сторон для так сказать запечатывание мяса и придание легкой корочки затем эти рулеты я поместил в рукав для запекания и отправил в духовку при температуре 180 градусов где-то на час 15 час 20 при помощи термометра я определил что температура в рулетах составила около 70 градусов рулеты считаю уже при такой температуре готовыми после этого даем рулетом полностью остыть до комнатной температуры и выдержать холодильнике где-то 5-6 часов после чего рулет прекрасно нарезается тонкими кольцами и отлично украсит ваш праздничный стол надеюсь такой мясной рецепт вам понравится и вы возьмете его на вооружение а благодарностью будет от вас лайк или же комментарий также друзья подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан до встречи субтитры сделал DimaTorzok